День благодарности отмечают сегодня и карагандинцы. В регионе насчитывается 75 этнообъединений и многих представителей национальных центров не обошли стороной политические репрессии. Почти в каждой депортированной семье есть свои личные истории, которые передаются из поколения в поколение. И во всех фигурирует казахский народ, гостеприимный и отзывчивый. Моя коллега Марина Золотарева выслушала несколько воспоминаний из жизни. Шакен Ага – знаковая личность семье Грейчути. Именно он, несмотря на строжайшие запреты, помог зарегистрировать брак репрессированным влюбленным из Литвы. Дедушка и бабушка Авиды были высланы в Казахстан по расстрельной статье «Враг народа». Однако именно на карагандинской земле они обрели семейное счастье. А Шакен Ага стал другом на долгие годы. И Вида Грейчути считает его родным человеком. Именно он научил девушку сидеть в седле. Умер мой дед в 99-м году уже на своей исторической родине. Но он всегда с теплотой вспоминал о казахской земле. Долгое время потом он встречал вот того самого Шакена, который их расписал у себя уже в Литве. Я помню свое детство, праздник на Урыс, как мы вот с этим дедушкой, со вторым, да, моим дедушкой, как он учил меня кататься на лошади. До сих пор это для меня такое воспоминание детства. Семья Увайса Джанаева, который много лет возглавляет Чечено-Ингушский центр в войнах, потеряла половину родных при депортации. Когда их выселили в Казахстан, папе и маме Увайса было пять лет. Они мало что помнят. Все страшные подробности о том времени семья знает от бабушки, в том числе и от поддержки казахского народа. Благодаря помощи местного населения, благодаря состраданию они выжили здесь, они выучились, стали полноценными гражданами общества. Сегодня, отмечая вот День Благодарности, основной посыл, которого помни и гордись своей историей, мы отдаем дань уважения этим достойным людям, которые помогают друг другу. Отмечу, что семейные архивы потомков репрессированных вошли в основу книги «Нас породнила СРРК» о депортации в Казахстан нескольких миллионах человек. Над ее созданием трудились и представители этнокультурных объединений области, и ученые, и архивисты. Название указывает на главную мысль сборника. Переселенцы смогли устроиться и выжить благодаря всему народу Казахстана.